Приветствую вас. Ваш вопрос, он условно разделяется на две части. Первая часть это такая вот рациональная, первая часть это такая вот разумная, если можно так выразиться, а вторая часть, она такая более инстинктивная, более архитическая, это как бы в конце, когда вы вот уже свой вопрос задали и у вас вот привычная цепочка мыслей пошла, что все мужчины изменяют. Значит, давайте начнем мы с вами сначала, так? Вы пишите, у меня развивается страх изменений и есть недоверие к мужу, хотя он ни разу не давал повода. Кстати, смотрите, недоверие к мужу это что? Это по сути неуверенность в себе, то есть вот вы в себе не уверены, вы в себе сомневаетесь и, соответственно, не можете поверить своему мужу, что он действительно с вами, что он действительно вас любит, что он действительно хочет быть только с вами и никогда вам не изменит. Ты тоже не понимаете, что понятие «никогда» это условное, потому что вот он думает, что сейчас он вам не изменит. Никогда. Сейчас. Но если вы, например, будете продолжать действовать в том же духе и будете показывать ему, насколько вы не уверены в себе, он вам может быть и не изменит. Но он пожелает с вами расстаться, он пожелает с вами преградить отношения, потому что постоянная ревность, постоянные подозрения, постоянное давление на человека очень тяжело воспринимать. Очень тяжело. Поэтому недоверие это не уверены в себе. Это сомнение в том, что я могу быть для своего мужчины единственной, привлекательной, значит, там, важной, главной, ценной и так далее. То есть вы сомневаетесь в себе и, сомневаясь в себе, сомневаетесь в нем. Ну, в первую очередь выяснился. Сомневаетесь именно в нем. Вот. В результате того, что вы не уверены в себе. Вы говорите, что у вас развивается страх. То есть страх у вас изначально не присутствовал, а после какого-то времени появился. Ну, соответственно, что-то запустило механизм страх. И очень бы хотелось, чтобы вы постарались написать, постарались определить, вот с какого момента у вас начался страх. Да. Вы же, если я понял правильно, со своим мужем живете уже не первый год. Ну, по крайней мере, вот вы ничего об этом не пишете. Но, тем не менее. То есть вы не молодожены. И, соответственно, страх изначально у вас не было. Он появился только лишь вот после каких-то обстоятельств. Вот очень важно, чтобы вы постарались для себя определить, что это за обстоятельства, которые запустили у вас этот страх. Там что-то любой страх, это неверные выводы, это неверные понятия, это неверные представления относительно того, что происходит. Так что, здесь вам я рекомендую вот именно в таком вот ключе, значит, рассматривать данный аспект. Далее. Вы говорите о том, что, значит, у вас есть страх измены мужа. Давайте подумаем. Несколько вот, скажем так, чуть более конкретно. А что стоит за страхом измены мужа? То есть вот, грубо говоря, изменит вам муж. Ну, действительно, это произойдет, это случится. Что дальше будет? Что для вас изменится? Вот именно лично для вас. Понимаете? Когда человек боится, он боится именно того, значит, что за наступлением тех последствий, которых он боится, последует что-то негативное для него. То есть человек не боится самих обстоятельств. Человек боится именно тех последствий, которые эти обстоятельства до собой повлекут. и не осознавая для себя этих последствий, не отдавая себе отсчет в том, чем они для человека вредны, конкретно, ну, чем они вредны для человека, так ли серьезность вред от этих обстоятельств, так ли человек, ну, правильно ли воспринимает человек последствия данных обстоятельств, и происходит, собственно говоря, вот то ощущение, которое вы испытываете. Я вам рекомендую помимо исследования причин, по которым вы испытываете страх, использовать несколько средств, которые помогут вам не подавить страх, потому что страх – это нормальная, естественная реакция человека, это нормальное состояние человека, бояться. это защитный инфинкт. Но важно понимать, что он не должен вас как-то вот дискредитировать, он не должен вас дезориентировать. А в вашем случае ситуация такова, что он вас, к сожалению, именно дезориентирует, и в этом его большая проблема. Так вот, что касается средств, давайте поговорим о них. Первое средство можно назвать так. Попробуйте для себя подумать. Вот каждый раз, когда вы боитесь, что ваш муж вам изменит, да, задавайте себе вопрос. А изменил ли он вам? Ну, если нет, то чего вы тогда боитесь, если он вам еще не изменил? То есть, постоянно задаете себе вопрос, случилось ли то, чего вы боитесь? Произошло ли это? И если нет, то, соответственно, бояться вам нечего. И все. То есть, вот этот вопрос. То есть, вот этот вопрос. Далее. Вы, вот представьте себе, представьте себе, что то, чего вы боитесь, уже случилось. То есть, ваш муж вам все-таки изменил. Ну, вот представьте себе сами данный факт, данное обстоятельство. изменил. Изменил вам муж все-таки. Что вы в этом случае будете делать? Какие ваши будут конкретные действия в данном аспекте? Какие шаги вы предпринете? Какой будет план вашего поведения? Представьте себе, что будет, если ваш муж вам изменит. Просто представьте себе это. Вот. Представьте. И чем лучше вы себе это представите, тем меньше вы будете бояться, когда это все-таки произойдет. Потому что вы уже будете как бы готовы к тому, значит, чего вы боитесь. А пока вы не готовы, пока вы боитесь представить, вот, что произойдет, то, чего вы боитесь. Ну, соответственно, у вас и будет такой вот страх. Потому что страх – это что? Страх – это желание убежать. Понятно, что вы убежать, ну, не сможете, потому что от себя не убежишь. Далее. Предположим, что все-таки, вот, все-таки, вам муж изменил. Предположим, что это все-таки произошло. Давайте подумаем так. Для себя. Насколько это страшно для вас? Настолько ли это страшно для вас, как вы себе сейчас думаете? То есть, вот, опять же, представляете себе, насколько конкретно вредно вам то, что муж вам изменил. Насколько это для вас реально негативно? Вот, попробуйте об этом тоже подумать для себя. Потому что, ну, момент очень важный. Вам нужно все-таки свой страх рационализировать. Так что это не только вот у вас идет неуверенность в себе, но и некие мистические представления о том, что может с вами произойти. Далее. Далее вы пишете о том, что, значит, ну вот, вы пишете, что делать. Когда я понимаю, что глупо, этот страх буквально дучит меня, ведь все мужчины изменяют. То есть, вы, как бы, спрашиваете нас о том, изменяют ли все мужчины. И мой ответ вам нет. Изменяют мужчины не все, а только те, кто в первую очередь не уважает себя, потом уже не уважает свою женщину. И во вторую очередь изменяют те мужчины, которые не получают то, что они хотят от своих, от своих женщин. То есть, если ситуация складывается так, что мужчина не удовлетворен чем-то в отношениях с женщиной, что-то он от нее не получает, она не является той, кого бы он, грубо говоря, хотел бы видеть рядом с собой. Да, она не является той, что составляет его вот некий такой идеал женщины. Если вот такая ситуация происходит, то мужчина также может изменить. Ну и, собственно, исходя из этого, вот, собственно, исходя из того, что я написал, исходя из того, что я вам сказал, можно сделать, ну, такой вот несложный достаточно вывод, на мой взгляд, а потом, что вам нужно стараться быть для своего мужчины той, какой вот он хочет вас видеть. То есть, подумайте, какие отредности у вашего мужчины, какие у него желания, какая женщина ему нужна, чего он хочет в отношениях, в сексе, в диалоге, в взаимодействии, в деятельности. И постарайтесь вот это ему все дать. И тогда мужчина вам никогда не изменит, потому что, ну, только очень глупый человек, или, опять же, человек, который себя не уважает, будет изменять той, кто дает ему все. Мужчины изменяют также еще и тогда, когда женщина в нем растворяется. То есть, когда мужчина не чувствует себя рядом с этой женщиной, мужчиной. Ну, вот, к сожалению, такая вот немножечко, ну, немножечко противоречивая, получается, ситуация, но тем не менее. Мужчина ориентируется на свои желания. То есть, что это значит? Либо человек, например, любит и хочет проявлять инициативу во всем. Если вы знаете, что человек это любит, то, соответственно, нужно отдавать ему больше возможностей для того, чтобы он проявлял инициативу сам. Чтобы сам решал, чтобы сам принимал решения, чтобы сам выбирал и так далее, и так далее, и так далее. Если мужчина, наоборот, хочет, чтобы женщина решал, и, как бы, ощущая доминирование женщины, он чувствует себя, как бы, в своей тарелке, то вам при отсутствии негативных, значит, проявлений эмоций в этом поведении нужно поступать в принципе так же. То есть, вам нужно дать мужчине то, что он хочет. И тогда он вам не изменит. Никогда. Далее. Что-то включается в том, что, ну, немножко так скажем, скажем, отдельно, да, я бы хотел сказать, что вы об этом не пишете, но если человек, вот как вы, испытывает страх того, что мужчина может изменить, да, то, скорее всего, вы ревнуете. Ревность это всегда эгоизм. Это вот вам тоже нужно очень хорошо понимать, что, когда вы ревнуете мужчину, вы думаете о себе. И вы не думаете о нем в этот момент. И, соответственно, для того, чтобы, для того, чтобы ситуацию изменить, главное не думать больше о нем, а не о себе. И помимо тех моментов, которые я сказал, я дам вам еще одно небольшое средство. Каждый раз, когда вы чувствуете, что, ну, например, там, хотите, грубо говоря, мужчину начать ревновать. Вот. Вот. Каждый раз, когда вы чувствуете это, старайтесь через силу, если угодно, значит, заставлять себя проявлять к нему, я имею в виду, к мужчине, позитив, проявлять к мужчине нервность, любовь, заботу и так далее. Поначалу вам будет это тяжело делать, потому что вы будете думать о себе, и вам будет казаться, что вот мужчина, он, ну, бабник и так далее. Но после двух, трех, четырех раз вы привыкнете, что как раз при ревности вы, по сути дела, сублимируете эту энергию негативную в позитивный. И, соответственно, соответственно, это позволит вам подкорректировать немножечко свое поведение. Что я вам хочу сказать отдельно. То, что каждая сцена ревности, вот если вы ревнуете своего мужчину, то каждая сцена ревности, по сути дела, приближает его, хотя бы на таком вот образном, эмоционально воображаемом, абстрактном уровне, к тому, чтобы вам все-таки реально изменить. То есть, когда вы ревнуете мужчину, вы как бы, как бы, селите в его сознание, в его воображение, в его, значит, мыслях идею о том, что вам можно изменить, что вообще можно изменить. Именно поэтому я вам и даю такие средства, чтобы вы не давали мужчине лишний раз понять, что подозреваете его в измене. Чтобы у него не было этих мыслей, чтобы они у него не возникали. Чтобы человек не думал подсознательно об измене. Потому что, ну, если об этом говорить, да, если об этом человеку напоминать, то волей-неволей он об этом начнет думать сам. Вот, то есть, вы, по сути дела, таким вот образом себе опять же вредите. Ну и, что касается уверенности в себе, то вот здесь нужно определять ваши качества, смотреть на них. Какие это качества, в чем вы себе уверены, что вы в себе принимаете, что вы не принимаете, что вы считаете своими недостатками, почему и так далее. И с этими качествами работать для того, чтобы выявить некоторые цели, которые будут впоследствии разбиты на задачи. Эти задачи, выполнение этих задач, поможет вам свою уверенность в себе повысить. Но только если вы будете четко этим задачам следовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok